Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Давайте сегодня мы поговорим о чувствах. Кто помнит, было такое шестое чувство советского человека, чувство глубокого удовлетворения по прочтению очередных документов, партийных и прочих съездов. И если есть какое-то шестое чувство постсоветского человека, пытаться его сформулировать, мне кажется, что это чувство стыда. Очень часто, читая ленту друзей в Фейсбуке, говоря с друзьями, просто глядя за комментариями, понимаешь, что люди очень часто говорят такую фразу «стыдно за Россию», когда что-то произошло. И вот сейчас это чувство стыда было очень четко сформулировано писателем Михаилом Шишкиным, который отказался участвовать в выставке российской литературе в Нью-Йорке. При этом он сделал газете Guardian заявление, я думаю, всем вам достаточно известно, вся эта дискуссия, которая была вызвана этим заявлением, где он говорит, что «мне, как русскому и гражданину России, стыдно за то, что происходит в моей стране. Страна, где власть захватил коррумпированный криминальный режим, где государство представляет собой воровскую пирамиду, где выборы превращены в фарс, где суды обслуживают власти незакон, где есть политзаключенные, где кучка самозванцев принимает безумные законы, возвращающие на всех в Средневековье. Такая страна не может быть моей России». И, вы знаете, интересно здесь не только само послание Шишкина, мне кажется, он озвучил те вещи, которые так или иначе мы все говорим последние годы, и особенно последний год, сколько сам жанр таких посланий, и вот этот вот жанр «стыда за Россию», дискурс «стыда за Россию». Потому что, мне кажется, что наша страна, она очень склонна к этому, критической саморефлексии. Традиция, идущая, я не знаю, может быть, еще от Чаадаева. И вот мы постоянно воспроизводим вот эти вот вещи, в которых говорится, что Россия — это дикая азиатская страна, да, вот рашка, дикая рашка со всеми, так сказать, соответствующими эпитетами. Так вот, что это такое? О чем это говорит в национальном самосознании? Является ли это болезнью нации, вот этот вот дискурс самоуничижения? Или это некая просто мифология, и есть на свете страны, которые упиваются вот этой вот мифологией самоунижения? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики. Добрый вечер, Алексей. И вот, в частности, обсудим вашу газету, вашу статью, которая недавно была опубликована в «Ведомостях» под названием «Апокалиптический взгляд на Россию неоправдан». И это наш давний гость Юрий Сапрыкин, шеф-редактор Афиша Рамблер. Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий. Вот, ну, вы знаете, прежде мне хотелось бы разобраться с этим заявлением Шишкина. Мне кажется, что здесь произошла очень такая интересная подмена. Вот сейчас не обсуждать по существу то, что он говорил, а то, что на него набросились, имеет ли право Шишкин критиковать. Человек, не живущий в России. Человек уже 15 лет успешный, состоятельно живущий в Швейцарии, имеющий вообще множество западных издателей, метящий чуть не в Нобелевские лауреаты от России. То есть происходит некая такая национализация дискурса, как сиротами, да? Сами не можем, но другим хаить не дадим. Вот вам не кажется, что произошла какая-то подмена с Шишкиным? Мне кажется, во-первых, что это вполне понятное чувство. Мне действительно неловко, когда все недостатки и несовершенства в здешней жизни как-то замечают люди со стороны, да? И вопрос в том, является ли Шишкиным человеком со стороны. То есть я сам могу костерить здешние порядки сколько угодно, но когда это делает какой-то турист или западный наблюдатель, ну, мне как-то не по себе. Вот, подозреваю, что для многих Шишкин является как раз именно западным наблюдателем, хотя сам я так не считаю. И вообще надо сказать, что вот здесь, по-моему, в какой-то фарсовой форме отыгрывается такой традиционный пропагандистский трюк, скажем, 70-х годов, когда газета «Правда» начинает обличать эмигрантов, которые предали родину и теперь поливают ее грязью на вражеских голосах. Это абсолютно то же самое. Литературные власовцы, да. Вот здесь вот этот просто такой въевшийся в кровь риторический прием, он вдруг самореализовался самым неожиданным образом. Конечно, об этом говорится не в таких терминах и не с такой страстью, но, тем не менее, под текстом как-то очень четко видится, что многие видят в Шишкине именно вот этого агента вражьих голосов. Ну да. Алексей, вот вам не кажется, что здесь какая-то есть такая, может быть, даже провинциальная черта, что да, сами-то мы можем сколько угодно говорить о наших недостатках, но другим не дадим? Ну, вы знаете, я думаю, что любой человек, любой патриот своей страны будет болезненно воспринимать критику извне, направленную на его сторону, даже если эта критика справедливая. И поэтому, если люди воспринимают Шишкина как действительно иностранца, то их реакция понятна. Другое дело, что он себя сам может не ощущать иностранцем, он сам себя может ощущать россиянином. И в этом плане, конечно же, он имеет полное право. И мне ему тоже сказать нечего. Ну, здесь да, мы забываем, ну, не забыли, помним, конечно, но в ноябре не такое резонансное, но все-таки было похожее происшествие, когда Мисс Земля, она одну из номинаций вот в этом большом конкурсе Мисс Земля взяла, самая обаятельная, Наталья Переверзева из Курска, выступила с похожими заявлениями. Когда получала она вот эту вот корону, она, говорят, «Расскажите о вашей стране». Вот она вместо того, чтобы «Да, я живу в прекрасной стране, где множество там разных наций живет», она говорит «Нет, моя Россия — это бедная, огромная, страдающая страна, растерзанная жадными, нечестными, неверующими людьми». Вот, и был такой тоже маленький фурор. Вот, кажется, ей совсем уже нельзя бросить упреку в том, что она чужая со стороны. Так что вот мне хотелось поговорить о том, как склонны ли мы, русские, вот к такому вот огульному критицизму. Что это? Наша какая-то национальная черта? Мазохизм? Смотрите, во-первых, склонны. Во-вторых, склонны не мы одни. Вот я могу привести данные двух исследований. Первое исследование было проведено в Pew Research Center. Это большой социологический центр в Соединенных Штатах. Они спросили жителей нескольких стран Евросоюза, какую страну вы считаете самой коррумпированной в Евросоюзе. И поляки назвали самой коррумпированной страной Польшу, Чехи назвали самой коррумпированной страной Чехию, итальянцы Италию и так далее. То есть мы здесь видим, что на самом деле сразу же в нескольких странах есть такой вот отрицательный стереотип, причем он не обязан соотноситься хорошо с действительностью, потому что, например, Польша занимает 41 место в рейтинге Transparency International, Испания вообще 30-е. Ну, Греция достаточно коррумпированная страна, это 94-е место. То есть страны, многие страны склонны себя оговаривать в таких вот... Да, это, видимо, это склонно... Видимо, это черта присуща не только нам. Это вот одна из черт стран, которые, может быть, не находятся на как бы вот самом переднем крае развития. Ну да, страны, страны... Ну да, страны, что вы назвали, и Польша, и Испания, и Греция, и Россия, да? То, что вот Валерстайн назвал бы полупериферией. Страны, которые вечно догоняют вот этот атлантический капитализм. Ну, может быть, может быть. Юрий, а вам как кажется, есть ли какая-то специфически русская черта вот в этом вот самокопании? Я бы сказал, что в России всегда сосуществует в разных пропорциях вот этот дискурс посыпания головы пеплом и дискурс биения себя пяткой в грудь с криком, что мы самые лучшие, мы самые, там, святая Русь, родина того и родина этого. Ну, в общем, как дискурс самоуничижения, так и дискурс самовозвеличивания и самовосхваления. Это присутствует всегда. Критическое отношение к властям, мне кажется, свойственно не только нам и не только капиталистической периферии. Да, если мы окажемся где-нибудь там, не знаю, в баре в Италии или в Испании или еще в Каталонии по очищению, то, зная язык, тоже можно такого наслушаться, что просто будь здоров. А вот костерить власти как бы умеют все и всегда. Но в России это действительно не только стыд за правительство и не только претензии к текущим властям. Это действительно чувство более глубокое. Связано оно, по-моему, с тем, что, собственно, не всегда понятно, из кого эта Россия состоит. Это претензии и это злость и это раздражение, собственно, к ближним своим на самом элементарном бытовом уровне. Это понятно, чем объясняется. Ну, там, попробуйте зайти в поликлинику, в обычную районную поликлинику, ну, неважно зачем, да, или попробуйте зайти в автобус сейчас пик. Вы не увидите там никакой единой России, а также справедливой России. Вы, скорее всего, столкнетесь с людьми, которые испытывают к вам глухую враждебность и совершенно не намерены вам помогать. И поэтому вот эта естественная такая критичность по отношению к государству, по отношению к властям, на нее накладывается вот это ощущение заброшенности, потерянности, беззащитности, которая пронизывает все на абсолютно бытовом отсутствие доверия, да? Отсутствие доверия, вот эта разобщенность и атомизация нации. И это порождает не столько стыд, сколько какое-то вот глухое раздражение. Я бы не сказал, что вот над Россией сейчас витает какое-то облако стыда. Над Фейсбуком, может быть, над Россией нет. Но облако потерянности и какого-то там раздражения и отсутствия надежд, оно, безусловно, существует. Да. Ну, мне кажется, что нету у нас какой-то вот якори идентичность, да, то и вещи, вокруг которой все могли бы мы согласиться, да, то и мечты, что мы могли бы одинаково позитивно говорить и там человек Фейсбука, и человек первого канала, первой-второй кнопки телевизора, то общая, да, та идентичность. То, может быть, то, о чем вы говорите, это отсутствие некого якоря идентичности, и поэтому люди не могут позитивно говорить о России, да, неспособность некого позитивного дискурса о России. То есть у нас получается всегда такое шапкозакидательство. Ну, мне кажется, это не только с этим связано. Общие ценности, конечно, есть, хотя они тоже подвергаются эрозии, но из того, что и я, и там женщина, сидящая в регистратуре поликлиники, в общем, одинаково хорошо относятся к Гагарину или к победе над немецко-фашистской Германией, совершенно не следует, что мы будем хорошо относиться друг к другу. Это вот какие-то общие, прости господи, скрепы все-таки существуют, но они никак не влияют на вот эту бытовую ткань. Жизнь и на разобщенность на этом уровне. Ну да, на то, что вместе будут. А ведь здесь еще, если уже, так сказать, заканчивать наше обсуждение Шишкина, мне кажется, очень интересно, что очень многие отреагировали сразу некими подозрениями в корысти. Просто так человек не станет так говорить. Это пиар. Вот это вот наше, по-моему, путинское поколение, вообще поколение последнего 20-летия. Все пиар. Это он готовит себе Нобелевскую премию. Вот если за что-то стыдно в нынешней России, то вот за этот ход мысли, за постоянную подозрительность к другим людям в том, что они это сделали за бабло, в том, что они это сделали ради пиара, в том, что они таким образом нарабатывают себе какие-то очки и так далее, и так далее. Вот это, ну, как бы постоянная готовность увидеть, в общем, в самом простом и искреннем жесте какую-то вот такую корыстную подоплеку. Это действительно появилось относительно недавно на нашей памяти, и это отравляет абсолютно все. Да. Вы знаете, у меня здесь есть некие цифры, они, ну, не совсем свежие, двухлетней давности, а фонд общественного мнения. 64% россиян, так или иначе, испытывают стыд за собственную страну. 39% часто, 25% иногда. И эта цифра значительно выросла за 2000-е годы с примерно 30% до 64%. Алексей, как вы вот можете вот эти цифры прокомментировать, что вот с 2002 по 2010 эти цифры так выросли? Ну, это несколько странно, потому что за то же время значительно вырос доход, он практически удвоился, большая часть людей, ну, значительно сократилось число людей, которые живут за чертой бедности, увеличилась продолжительность жизни. Ну, возможно, что это некий, что люди начали просто предъявлять другой спрос к окружающей действительности, что... Ну, да, может быть, здесь по пирамиде Маслоу как-то идет, начинают заполняться нижние уровни пирамиды, люди поднимаются на верхние, да, как Радищев. Ограделся я окрест, эта шрама я уязвлена стала. И вот когда ты уже не борешься за выживание, так сказать, удовлетворил свои первичные потребности, то появляется потребность вот в этом самоуважении. Да, безусловно. Я думаю, что это некое... что у людей начинают вырабатываться другие ценностные запросы. И самое главное, у молодого поколения, которое вырастает в относительно безопасных условиях, вырастает не чувствуя нужды, могут вырасти новые ценностные запросы, которые окружающая действительность пока не может удовлетворить. Ну да, вот это вот сдвиг в ценностях, в том числе его можно рассматривать, и то, что вывело людей на Болотную и Сахарова уже год с лишним назад. Мне кажется, это то, что нам нужно обсудить в следующих частях нашей передачи, а пока уйдем на небольшой перерыв. Снова добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня наши гости Юрий Сапрыкин, шеф-редактор Афиши Рамблер и Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики. Говорим мы о стыде. Надо ли нам стыдиться России? Телефон наш студийный 6510996. Позвоните нам и скажите, что такое стыд за Россию? Это наша какая-то национальная болезнь, национальная мифология, или это может быть наша сильная черта, то, что мы можем критически взглянуть на себя? Надо ли нам стыдиться России? Позвоните и скажите. По телефону 6510996. Код Москвы 495. Юрий, хотели добавить? Да, я хотел бы вернуться к вопросу, почему люди стали лучше жить и при этом больше испытывать стыд за страну. Давайте вспомним рассказ Левша Николая Лескова. В какой момент Левша начинает испытывать стыд за страну? Да, он же прекрасно, в общем, живет у себя в Туле, кует, балаку. В общем, все его абсолютно устраивает. Когда в Англию попадает? А когда он попадает в Англию и обнаруживает, что в Англии ружья кирпичом не чистят, и в этот момент у него переворачивается сознание, он начинает писать письма императору и как-то пытаться достучаться до... Ну да, через Платова. ...в поисках правды, через генерала Платова на его печальной укушетке. Мне кажется, что в 2000-е произошло примерно то же самое. Да, там доходы, уровень жизни и все прочее увеличилось, но сравнить вот нашу жизнь, нынешнюю жизнь стало можно не только с международной панорамой и с клубом кинопутешествий, а, собственно, с Европой, с зарубежными странами. Да хоть бы даже с городом Киевом, да хоть бы даже с Прибалтикой. Вот, и в тот момент, когда ты своими глазами и своими руками и ногами вдруг начинаешь ощущать эту разницу, это, конечно, очень мощный стыдогенерирующий фактор. Напоминает, вы знаете, высказывание Леоноры Рузвельт, которое посетило нашу страну в 1946 году, и ее спросили, вот как вам советские люди? Говорит, вы знаете, наверное, это самые счастливые люди на свете. Вы спросили, почему? Они не знают о том, как они несчастны. То есть вот это нет шкалы сравнений, но, с другой стороны, существует ли некая шкала сравнения? Я здесь просто цитирую Леонору Рузвельт. Если бы на Марсе жили марсиане, они бы не стыдились своей жизни, как бы она ни была устроена. Потому что просто не с чем сравнить. Да, да. Действительно, вот тоже интересный вопрос. Коррелирует ли наше благосостояние, здесь у нас как с такой более экономической точки зрения, Алексей Захаров выступает, коррелирует ли такой апокалиптический взгляд на страну с нашим благосостоянием? Телефон наш, напомню, 651099,6. Надо ли нам стыдиться России? Кирилл. Добрый вечер. Добрый вечер. Поскольку вы упомянули Леонору Рузвельт, я хотел бы просто привести пример, скорее вот не из России, а из моего опыта общения с американцами. Да. По работе приходится общаться. Америка в этом отношении вообще очень уникальная страна. Я считаю, что она, ну, как бы исключение. Скажите американцу, что, слушайте, у вас такое отвратительное правительство, у вас жуткое правительство. И он согласится, да-да-да, у нас отвратное правительство, мне стыдно за свое правительство. Но попробуйте сказать американцу, что у вас плохая страна, и там вас растопчут ногами. И, в принципе, правильно сделают. Вот в чем я вижу некую разницу между вот этим отношением, которое я вижу практически у всех американцев, с которыми мне удается пообщаться на эти темы, и, допустим, выступлением Шишкина, которое обсуждали в начале программы, тем, что, скажем, стыд за действия правительства, который есть, наверное, у гражданина любой страны, возникает время от времени, правительство там не самые всегда, может быть, грамотные люди заседают, он автоматически, особенно у некой части интеллигенции, он переносится на страну. А вот, допустим, американцы, за что я их страшно уважаю, они очень хорошо умеют это разделять, что есть страна, есть народ, есть нация, с одной стороны, и эти понятия люди, они хороши сами по себе, они не плохие, не хорошие, они есть. И есть правительство, которое можно и нужно критиковать. Вот здесь вот я вижу некую разницу, и вот мне иногда бывает стыдно вот за такую интеллигенцию, которая, может быть, не в состоянии, а может быть, не имеет желания разделять действия правительства и характеристику страны, к которой они себя относят. Кирилл, да, вы очень правы. У нас, понимаете, разные, и мне кажется, дело в том, что у нас очень разные корни с американцами. Американская идентичность, она формируется как бы в противостоянии правительству, да. Налоги, это у тебя правительство вырывает зубами налоги у тебя, да. Американец не любит правительство. А у нас, наоборот, человек возникает как некая функция государства. У нас мы все государевые люди. У нас государство формировало, у нас нет истории России, у нас история государства российского. Я бы сказал, что это характерно для, в принципе, всех европейских стран, выросших из монархии. У них история демократии, это очень важная страна, с американцами, ты можешь сам. Поэтому вот мне кажется, что американцы в этом отношении, это некая такая вот, ну, это страна экспериментов, но они исключения, да. Да, да, они исключения. Промость лэнд такая, да, земля обетованная. Понятно, Кирилл. У них эта идентичность есть. Спасибо. У всех остальных, особенно у нас, к сожалению, нет. Спасибо. Алексей. Ну, если говорить про нашу интеллигенцию, то я думаю, что, конечно, здесь произошла чудовищная подмена понятий, что сейчас под... Ну, вот если посмотреть людей, ну, условно на людей Фейсбука, то очень немногие из них осмелятся назвать себя патриотами, потому что под патриотизмом подразумевается нечто иное. И это как-то... Возможно, что это тоже диктует определенный ход мысли, диктует определенную модель поведения. Ну, у нас патриотизм очень сильно скомпрометирован. Вы знаете, ну, с другой стороны, вот тоже, чтобы нам не быть такими черно-белыми... Смотрите, смотрите, смотрите. Скомпрометирован не патриотизм. Слово. Слово скомпрометировано, потому что оно почему-то сейчас распространяется только на какое-то достаточно узкое подмножество политических взглядов. Что на самом деле, конечно же, патриот — это, в общем-то, человек, которому не все равно, для которого страна является частью его я. Я вот это вот, Алексей, тоже хотел продолжить, потому что для меня, например, стыд для России, за Россию, является очень часто частью патриотизма. Мне кажется, если взять, не знаю, Россию начала 20-го века, собственно, все реформы, все большевики, весь ленинизм вырос из того, что был вот этот стыд за старую, отсталую патриархальную Россию, и этот самый стыд, он вызвал вот этот взрыв русского авангарда, который, и затем революция, который бросил Россию в 20-й век. Так что стыд — это не обязательно какая-то такая, понимаете, самоуничижительная реакция. Это стыд во многом вызвал еще и серебряный век с поисками вот какой-то подлинной России, мистической России, русской души и так далее, и так далее, которая не совпадает с вот этой казенной реальностью, в которой живет интеллигенция. Согласен. Мы просто противопоставили стыд и патриотизм, а мне кажется, здесь не все так просто. 65, 10, 99 и 6. Надобно ли нам стыдиться России? Петр, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мое мнение по поводу стыда. Я работаю юристом, работаю, занимаюсь частной практикой. Вот мне как неизвестна наша система судебная, отношение чиновников к людям. Но, зная и территории, зная Россию непосредственно от Камчатки до самых крайних, там, ну, имею в виду, край Камчатки, да, или край Ленинград, Петербург, я посмотрел всю Россию, ну, как можно стыдиться такой огромной, супер-страной, супер-державой с такими территориями. То есть, если человек, конечно, высказывает свое мнение, что он стыдится Россию, то я считаю, что этот человек несколько слаб, слаб в каком виде? Духом. То есть, человек, видимо, не знает, где он живет, не знает свою страну, не трогал те же моря, которые омывают. А мы знаем, Петр, а вот мы знаем, где мы живем. Вы знаете, я вам приведу один пример. Я у себя, ну, все, к Фейсбуку, апеллировали на Фейсбуке, перепостил. У меня знакомый один вывесил, и у меня это подвигло к очень сильным размышлениям. Вот вы говорите, знаете, до самой окраины. Посмотрите карту Google. Польша, с одной стороны, с другой, Калининградская область. И там на карте Google, вернее, это карта Википедия, сколько описано разных деревень, дорог, проселков, кочек каких-то. С одной стороны, линии Польши описано каждое, я не знаю, там километр. Есть какая-то статья в Википедии на польской стороне. С другой стороны, наша, заметьте, не Восточная Сибирь, а Восточная Пруссия, Калининградская область, в десятки раз меньше. То есть, люди в десятки раз меньше статей вывешивают о Калининградской области, чем о соседнем польском воеводстве. Так вот, вопрос, знаем ли мы собственную страну, кроме того, что она огромна? Но люди не бывали нигде. То есть, если я, допустим, мне так сложила жизнь, что я бывал во многих частях нашей страны, и непосредственно практически в каждом северном городе. Это Камчатка, это Чукотка, это Магадан и все остальное. То есть, люди у нас сидят в Москве, допустим, но сейчас я возвращаюсь сюда, в Демянск, это 70 километров от трассы, еще Ленинградской, от Питерской трассы. Люди, находясь в Демянске, не знают, где находится деревня Балуева. Это Селигерский район, озеро, туда до деревни надо еще добираться на катере. Я спрашиваю, как добраться до туда? Мы не знаем. Но это же, говорю, ваш район, ну деревень много, мы не вникаем в это, зачем нам это знать? Но, опять же, и так вот везде, в Москве, ты где бывал в последнее время? Да нет, нигде не бывал. Я все время в Москве сижу, много народу, большое количество, колоссальное огромное количество людей не знают свою страну, возможно, где-то садятся в аэропорт, улетают за границу, там что-то видят, естественно, для них там создали условия, создали вот эти вот базы отдыха, где они отдыхают. И для них это кажется, что это вот, вот это вот уровень жизни, какой у нас должен быть и сравнивают то, что призрачное для туриста сделали, чтобы он удивился вот здесь куда-то отдыхать. Но, проживая в стране, не зная, как можно отдыхать. Не знаем своей страны, согласен, согласен с вами, Петр. Здесь, конечно, так что да, вот и в этом смысле как бы гордиться чисто фактом, что мы от Камчатки до Калининграда распростерлись. Мне кажется, сейчас этого недостаточно для того, чтобы гордиться собственной страной. 65, 10, 99, и 6. Надо ли нам стыдиться за Россию? Благотворно или это чувство, стыд за собственную страну? Дмитрий Борисович. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел сказать, что мы не только не знаем свою страну, но мы и не знаем свою историю. К сожалению, то, что нас учили в школе много лет, оно не соответствовало во многом действительности, и мы живем в мире иллюзий, которые были нам внушены во время нашего обучения в школе, в институте. И начинать нужно с этого, рассказывать правду про историю России, про последний век России. И тогда во многом уже станет понятно, почему мы находимся в данной точке, и что с нами происходит, и что нужно делать. Понятно. Понятно. Спасибо, Дмитрий Борисович. Вы знаете, вот я хотел сейчас наших гостей спросить. Вот здесь упоминались действительно страны, вот и Испания, и Греция, и, может быть, Португалия, вот эти страны догоняющего развития. Я со своей стороны Финляндию могу вспомнить. Я вот прожив некоторое время Финляндии, должен вам отчитаться, что нету, не знаю, еще больше, чем Россия, вот нету в мире такой страны, которая настолько глубоко в себе копалась бы, своей такой саморефлексией занималась бы. Что мир думает обо мне? Есть даже анекдот про финнов, про то, что каждая нация думает, в заглядя на слона. Француз смотрит на слона, думает, слоны и любовь. Американец смотрит на слона, думает, слоны и бизнес. Немец смотрит на слона, думает, слоны и военная муштра. А финн смотрит на слона и думает, а что слон думает обо мне? Так что, может быть, это вот Финляндию с Россией сравнить? Это некие страны, которые все время меряют себя каким-то западным модернизационным критерием? Ну тут мне трудно сказать, мне кажется, я могу только повторить свою мысль, что вот эта возможность сравнивать и возможность примерять себя к какому-то модернизированному западу, она появилась относительно недавно. Ну по большому счету с Петра, так Юрий, так может мы тогда этого заведем к слонофилам и западникам? Собственно, дискурс ты да за Россию это западнический. Опять же, Чаадаев возникает. Да, безусловно, но при этом, понимаете, есть одно тонкое различие между временем Чаадаева и Тютчева и временем нынешним. Я думаю, что при всех сложностях и извивых биографий и Чаадаев и Герцен и не знаю, там, Бакунин, то есть люди, которые там оказывались за пределами России или люди, которые оказывались, ну, как бы страдали за свои убеждения внутри России, они все равно, ну, как-то, они все равно мыслили себя русскими, они все равно мыслили свою жизнь связанной с Россией. И даже издавая газету «Колокол» в Лондоне, ты все равно работаешь для России. А сейчас есть такое очень подспудное неприятное чувство, что и элита, и власть, и отчасти интеллигенция, и отчасти наши друзья в Фейсбуке, в общем, для многих из них это, ну, какое-то временное, не очень удачное место проживания, которое, в принципе, очень легко, ну, как бы, при желании поменять на что-то более комфортное, вот почему так болезненные все эти разоблачения там домов в Майами и так далее, и так далее, потому что, ну, в общем, не очень здорово быть патриотом, когда ты, на самом деле, спишь и видишь, когда же ты поедешь, наконец, ну, нормально жить, да, вот, не здесь, а как бы на берегу моря в комфортно устроенной стране. Это очень русский вопрос, мне кажется, а где ты, да, ни с кем ты, ни что ты говоришь, ни кто ты такой, а где ты, откуда ты это говоришь? Заслужил ли ты право говорить о России своей жизнью в России? Вот это вот очень, Быков, по-моему, очень неплохо об этом написал, в новой газете вот эта вот, шишкинская, как там, теперь для потомства, чей близится суд, он будет безгрешнее папой, это Шишкин, а мы, кто остался при Путине, тут выходят, конечно, сатрапы. Историки, нас извлекая из тьмы, решат в замешательстве тихом, что Шишкин с режимом боролся, а мы глотали икру по барвихам. То есть, претензия к тому, что же ты гнида поешь с чужого голоса и порочишь наш строй, льешь воду на вражескую мельницу, она, в общем, не только к Шишкину применима, да, это претензия, которая подспудно присутствует вообще вот во всех этих разговорах. А ты с какой стороны стыдишься? Да-да-да, да-да-да, с какой стороны границы, да, с кем вы мастера культуры в данном случае. Напомню, наш телефон 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, надо ли нам стыдиться России? Что такое стыд за Россию? Это некое позорное чувство, да, чувство, которое мы должны изгонять из себя? Или это, наоборот, некая особая русская рефлексия, особый вид русской мысли? Стыд за Россию. 65 10 99 6. Мы пока уйдем на перерыв. Добрый вечер. Говорим сегодня о стыде за Россию. Что такое Россия? Дикая, или, знаете, есть другие эпитеты. Рашка, вот эта вот пелевинская уркаина из его последнего романа. Сейчас уже новый выходит, но пока что последним у нас СНАФ является, да, помните, там вот такая описана уркаина, где правят уркоганы. Или Россия нормальная страна. Вот у нас в гостях сегодня Юрий Сопрыкин, шеф-редактор афиши Рамблер, и Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики Вот как раз Алексей в ведомостях написал сейчас колонку о том, что Россия является той самой нормальной страной, которая не сильно отличается, может быть, от Аргентины или Малайзии. Алексей. Ну, смотрите, во-первых, конечно же, мы должны понимать, что русский язык постоянно меняется, и что слово нормальный, оно сейчас имеет, на самом деле, два смысла. Первый смысл — это обыкновенный, тот смысл, в котором я его использовал, и второй смысл — это хороший. хороший, правильный, тот, в котором все больше это слово начинает использоваться. И поэтому, конечно же, эта статья вызвала очень много нареканий, потому что, ах, как он посмел нашу страну назвать нормальной. И, естественно, я не считаю, что наша страна является развитой страной, такой, как Германия или Соединенные Штаты, или та же Финляндия, о которой мы сейчас говорили. Но, тем не менее, если сравнивать Россию с другими странами, со схожим уровнем развития, таким, как Мексика, таким, как Аргентина, Малайзия, действительно, то, в общем, наша страна как-то вот смотрится по каким-то показателям, проигрывает, по каким-то выигрывает. Но нельзя сказать, что наша страна какой-то вот совершенно вот из ряда вон выходящий отрицательный случай. Понимаете? Ну да, здесь, мне кажется, действительно, я думаю, много цифр можно приводить и много таких демотиваторов есть по этому поводу. Да, да, смотрите, смотрите. Вопрос ведь не в объективной реальности, а вопрос в самоощущении. Смотрите, я насчет цифр я еще хочу сказать, что очень часто, я вижу, приводятся цифры, рейтинги, по которым наша страна находится в самом хвосте. Да. Я могу сказать, что практически про любую страну можно найти рейтинг, по которому эта страна будет в самом хвосте. Соединенные Штаты на последнем месте в мире по числу заключенных на душу населения, ну то есть на первом. Ну да, да. В Германии это один из самых низких кинцетов рождаемости и так далее, и так далее. В Корее там самоубийство. То есть... Есть способы, статистические способы стигматизации собственной страны. Да, конечно, конечно. Если, так сказать, поставить себе задачу, доказать себе, что наша страна находится на последнем месте, эта задача легко выполнима. Статистически. Ну да, вопрос в том, что эта задача ставится, что почему-то, видимо, наверное, надо говорить не о стыде, не объективных критериях, а о том, что у нас некое такое моральное состояние нации, общая потерянность и упадка, что люди с удовольствием изыскивают вот эти вот цифры и упиваются таким вот собственным падением России. Так что здесь это своего рода стыд за Россию, это своего рода не только объективная реальность, но и некая мифологема и даже род болезни. Ну, смотрите, то, что у нас происходит упадок нравов, это тоже мифологема, то есть упадок нравов происходил на всей протяжении истории со всеми странами, то есть упадок нравов, если в любой стране, в любое время можно найти человека, который сказал бы, что у нас сейчас происходит упадок нравов. я не говорю, что у нас с нравами сейчас все в порядке, я говорю, что нужно в общем критически относиться. Нет, ну, естественно, к любой фигуре речи можно критически относиться. Ну, давайте послушаем еще раз наши звонки 651099,6, код Москвы 495. Следует ли нам стыдиться России? Леонид. Да, это я. Значит, я этот вопрос совершенно не рассматриваю как корректный. Значит, я хочу сказать, что вот первый выступающий говорил про Америку. В Америке каждый уверен, что человеку за бортом не дадут утонуть, потому что там нет проблемы с жильем. Там, если ты работаешь на какой угодно работе, там все сконструировано таким образом, что жилье ты себе обеспечишь и будет все окей. У нас этого нет. Второму человеку, вот, который выступал, что там только слабые духом могут чего-то, человек, тем и человек, что он иногда слаб духом, а иногда силен. Значит, касательно нашей страны, я могу сказать совершенно определенно. Каким-то образом мы терпим такое правление, при котором нам всем невозможно быть самостоятельными людьми. Это совершенно мне непонятно, это загадочно. Я не понимаю, что такое патриотизм, но как вот это изменить, мне совершенно непонятно. Подождите, секунду, Леонид, но может быть это еще одна мифология. Вы нам звоните, вы высказываете собственное мнение. Вы что, сейчас не самостоятельны в том, что вы говорите? И ничего вроде ни вам, ни мне. Не самостоятельны, но, разумеется, не самостоятельны. Что вы вообще-то, вы сейчас задали мне вопрос, совершенно не относящийся к тому, что я сказал. Ну, что вы спросили? Нет, ну, послушайте, мне потому, что вот это вот... Вы скажите, что вы имели в виду под словом, что я сейчас не самостоятельный? Я сейчас высказываю свое мнение. Да, вы... Я к тому, что вы говорите самостоятельное, взвешенное мнение, но при этом вы говорите, что мы все не самостоятельны. Да, мы все не самостоятельны, потому что мы принимаем решения под управлением начальства. Причем начальство у нас состоит из рабов, потому что они рабы того, что они не свободные люди. Они не могут свободно высказываться, а у них очень велика самоцензура. Понятно. Это точка зрения Леонида. Мы страна несвободных людей. 65, 10, 99 и 6. Надо ли нам стыдиться России? Иван. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Во-вторых, я не понимаю, почему надо, а не стоит ли. Ну, стоит ли, да. Во-вторых, мне кажется, Родина, она вот как мать или как ребенок, она требует безусловной любви. А во-третьих, я вообще считаю, что мы должны гордиться, что мы 1200 лет не свободы наш народ перенес. И еще продолжается как-то брыкаться. Это замечательный повод для гордости. А последнее, что я бы хотел сказать, ведь как бы нельзя просто абстрактно стыдиться. Стыдиться можно только перед кем-то. То есть, как бы, сквозь стыдиться какие-то взаимоотношения подразумеваются. Вот перед кем конкретно можно нам стыдиться? Я не понимаю, если честно. Перед иностранцами. Можно перед самими собой. Человек может нести свой стыд в себе, выходя на публику. Ну, спасибо. Мне кажется, вот, кстати, от сюда именно и появляется вот эта вот фигня, что вот люди, которые стыдятся, они не кричат больше всех, а у вас негров линчуют, а то и все, чтобы им на то, что они стыдятся не тикали, они начинают вот эту вот демагогию разводить. Мне кажется, стыдистам нечего абсолютно. Я понял. Спасибо. Можно я прокомментирую на последний звонок? Да, очень хорошее определение. Честно говоря, я задумываюсь над вашим вопросом, и вот сколько я не пытаюсь найти в себе вот этот стыд за Россию, я его почему-то найти в себе не могу. Потому что дело не в том, что Россия как мать требует безусловной любви. Нет, не бывает никакой безусловной любви. Да, вот это тоже, конечно, я хотел бы обсудить. А дело в том, что Россия это просто, ну, какое-то слишком большое и многообразное понятие. Чтобы применять одно чувство. Да, для того, чтобы испытывать по отношению к ней стыд. Ну, ей, в общем, тысячу лет слишком, и дай бог еще столько же проживет. А я здесь протяну, ну, еще лет 40-50, если буду за здоровьем следить. Так что, ну, как бы, где я и где Россия? Я могу испытывать стыд по отношению к каким-то там свойствам, качествам, поступкам людей, которые ее населяют, отдельных людей, в том числе моих друзей на Фейсбуке. Но вот стыдиться по отношению к этому, стыдиться вот этого грандиозного, как бы, понятия, которое проходит сквозь тысячелетия, и все равно несет, несмотря на, там, несвободу, на всевозможные свинцовые мерзости, все равно несет в себе что-то, ради чего здесь стоит жить. Ну, русский язык хотя бы. Да. А тут, вот, не могу я в себе это установить. Здесь, да, нам Иван тоже дал интересное определение национальной гордости, тысячу лет давили, и до сих пор брыкаемся. Брыкаемся, да. Да, да. 65, 10, 99,6. Светлана Юрьевна на линии. Вы знаете, я очень коротко, как-то вот мне прозвучала еще такая мысль, что можно быть патриотом и стыдиться России, но стыдиться как боль. Вы понимаете, это боль за Россию. Это неспособность наша, и мы это видим кругом, обрубается все, сделать ничего нельзя. А Россия-то, она большая, она, много есть плюсов, о них уже говорили все предыдущие, особенно вот человек, который передо мной говорил, я абсолютно с ним согласна. Но понимать стыд как боль, вот у меня, например, такое чувство, и когда я за рубежом, когда я говорю с друзьями, вот когда все эти мерзости обсуждаешь, больно, и стыдно, и больно. Понятно, спасибо, спасибо, Светлана Юрьевна. Ну, вы знаете, я здесь тоже к вопросу Юрия обращаюсь, действительно, там, велика Россия, да, как можно стыдиться. Ну, есть какие-то моменты, вот сейчас, например, 60-летие смерти Сталина, и все, что у нас обсуждается в связи с культом, с возрождением сталинизма, с возрождением культа Сталина, я не могу их описать иначе, чем словом стыд. И мне стыдно, да, за ту Россию, которая сейчас возвращает Сталина, за то, что мы 60 лет спустя до сих пор не можем разделаться с этим наследством, что он у нас лежит в центре страны, так сказать, что не забит осиновый кол в этот гроб. Мне стыдно, что у нас нет нормальной памяти, что у нас нет музея террора, который следовало бы разместить в здании КГБ, ФСБ на Лубянке, и что у нас по всей стране нет памятника жертвам ГУЛАГа, и многим, и многое другое. Вот я могу сказать, у меня конкретно это не абстрактный стыд за Россию, вот есть какие-то конкретные вещи, за которые мне стыдно. Точнее, Россия возрождает Сталина, это есть какие-то конкретные люди, которые каждый год вбрасывают в вот это поле общественной дискуссии обсуждение того, хороший Сталин или плохой, эффективный менеджер или нет, и мы с радостью на это ведемся. Да, мы ведемся, есть люди, которые Сталина сделали номер один в имени России, все это голосование, есть там 60%, которые сейчас хотели бы возвращения жесткой руки. Смотрите, я как бы, вот сейчас существующие тенденции к мифологизации, к Сталину и приданию ему положительного облика, понимаете, давайте посмотрим, я думаю, что причина этому отчасти, это безнаказанность, это полная безнаказанность нашей современной элиты. Давайте вспомним, кого, действительно, какой-то самый высокопоставленный чиновник, который был посажен за коррупцию в течение последних там пяти лет. Я думаю, что это там человек достаточно невысокого уровня. Давайте вспомним дело прокуроров, которые, значит, подмосковных, их всех практически выпустили. Понятно, Алексей, объяснить сталинизацию и ресталинизацию мы можем. Мы как бы должны, мы не должны слишком критично подходить к тем людям, которые положительно отзываются о Сталине. Вполне возможно, что это запрос вызван просто наблюдением беззакония, которое творится вокруг. Я соглашусь с тем, что мы никогда не знаем, что имеют в виду люди, когда они произносят слово «Сталин». Они имеют в виду слово «террор» или они имеют в виду слово «закон» или они имеют в виду что? У него очень разные значения для разных людей. Да, но все равно в любом случае на выходе это создает некую моральную ситуацию, аморальную ситуацию, в которой мы просто стираем собственную память, уничтожаем собственную память и не можем разобраться с собственным прошлым. И поэтому мы даже у нас нет разговора о будущем. Ну, понимаете, мы здесь фактически свалились вообще в обсуждении сталинизма. Разговора о будущем у нас нет не поэтому, его просто нет. И мне кажется, вот это бесконечное возвращение, причинно-следственная связь прямо противоположная. Вот это бесконечное возвращение к обсуждению, не знаю, Сталина, войны, Ивана Грозного, неважно кого. Это просто следствие того, что нам нечего обсуждать в перспективе. В отношении будущего, да. И даже наши планы будущего это различные варианты прошлого. То есть мы наше будущее мыслим только в том, так сказать, прав или не прав был Сталин. Будет ли у нас будущее сталинистское или либеральное. Даже, извините, во время вот этой протестной волны в ней же не конкурировали друг с другом никакие образы будущего, никакие проекты будущего. Речь шла о том, чтобы суды, они судили так, а не сяк, к примеру. Об осуждении разных вариантов прошлого. Вы знаете, вот еще звонивший Иван такой интересный вопрос поднял. «Безусловная любовь». Мы как-то все это пропускаем, что должна быть, что вот родина-мать, должна быть безусловная любовь. Или как ребенок. Вот хорошо, давайте мать вынесем за скобки, это как ребенок. А должна ли быть любовь безусловная? Вот скажем, я не знаю. Есть какие-то ситуации, в которых, может быть, нужно быть более критичным к своим, чем к чужим. То есть, вот предположим, да, у вас там ребенок. И вот какая-то драка между детьми. Все, так сказать, разошлись в стороны, всех нычут, непонятно, кто виноват. Какая будет нормальная первая реакция? Что твой ребенок виноват или виноват чужой ребенок? Кого в первую? Потому что вот мне казалось бы, что... Нормальная первая реакция — разнять. Ну да, после того, как разнять, наброситься с кулаками на чужих родителей и начать бронить чужого ребенка? Или предположить, что виноват-то как раз твой собственный ребенок? И превентивно извиниться за него? По-моему, нормальная реакция — это разобраться с ребенком самому. Не давать возможности чужим родителям вешать на него всех собак и как бы делать его виноватым заведомо. А как-то выяснить самому, в чем дело, и самому разобраться. Ну, я... Это к вопросу, конечно, чужие... Это к вопросу о вотной критике со стороны других, критике со стороны... Ну, вот, Алексей, да, вот для вас, как вы эту моральную ситуацию... Хорошо, сейчас не с ребенком. Разрешайте, что мне кажется, что, ну, так скажем, признак морально развитой личности в том, чтобы признать, может быть, превентивно свою вину. Когда в какой-нибудь там международном конфликте сказать, да, это моя страна, это моя страна виновата. Я... Признать вину своей страны. Или это, может, какой-то мазохизм у меня? Смотрите, это, конечно, мазохизм, простите. Я сам предположил, да. Да, детей у меня нет. Но если я почувствую, что действительно наша страна была не права, я, с одной стороны, конечно же, буду готов перед иностранцем за это извиниться. С другой стороны, я сделаю некоторые выводы относительно собственного правительства, и, может быть, как-то это повлияет на мои действия. А если виновата другая страна, ну, это, в первую очередь, проблемы их граждан. У граждан каждой страны, пусть даже самые развитые, есть свои проблемы, у кого-то они больше, у кого-то они меньше, но они есть у всех. Ну, вот, скажем, я не знаю, когда я встречаю американца, который говорит, что да, моя страна была не права во Вьетнаме. Когда я встречаю француза, который говорит, да, моя страна была не права в Алжире. Это какие-то нормальные совершенно реакции, признать неправоту собственной страны вот в таких вот ситуациях. Ну, смотрите, смотрите, американцам очень дорого стоила их афера во Вьетнаме, и она, вьетнамская война, она ложила очень глубокий отпечаток на американское и самосознание, и их внутреннюю политику. Ну, вот, мне кажется... Да, это было очень тяжелое потрясение Алжира для французов, я подозреваю еще больше. Ну, для нас не было таких, у нас был, конечно, Афганистан и Чечня, и, я не знаю, вот сейчас... Американцы разбираются с этим прекрасно сами, они не бегут в международный Гаагский трибунал, чтобы он отсудил преступное правительство Линдона Джонсона за агрессию во Вьетнаме. Это тоже, конечно, следствие развитого гражданского самосознания, но, тем не менее, это, ну, как бы, это очень важный момент, когда свои разбираются со своими. Ну, тем не менее, случается ситуация, когда ты выносишь вот этот вот спор на люди, да, и ты прилюдно... Ну, вот мне, например, сложно, я не могу признать правоту России, там, в ситуации с Грузией, с Южной Осетией в 2008 году, и априори сказать, что да, это была неважно, моя страна, так сказать, права или не права, это моя страна, я должен признать правоту собственной страны. И вот мне кажется, что очень часто нужно уметь признать собственную неправоту, ну, там, в противовес вот этому, вот, может быть, ложно понятому чувству патриотизма. Это, безусловно, так, но почему-то, когда на основании этого идет разговор о международных санкциях или о том, что давайте призовем цивилизованный мир бойкотировать Олимпиаду, мне в этот момент неловко. Да, мне тоже неловко. И я думаю, что если бы Грузия смогла вот так просто аннексировать Южную Осетию, то я думаю, что очень многим было бы действительно стыдно за Россию, за то, что она ничего не сделала. Это факт. Это no-win situation, извините за нерусский язык. Ну да. Это история, в которой любой выход был бы плох, там, тысячи беженцев из Южной Осетии и тысячи погибших, это ничуть не лучше, чем вот эта пятидневная или четырехдневная война. Да. Давайте, да, сейчас не будем, мы как-то, в частности, каждый раз из сталинизма Южную Осетию, но давайте еще раз последний звонок примем, послушаем, что наши звонящие говорят. Надо ли, стоит ли, можно ли нам стыдиться России? Евгений на линии. Алло, день добрый. Здравствуйте. Я вот хотел такую мысль высказать, что мне 28 лет, и вот, насколько я понимаю, в принципе, вот сейчас у нас в стране такая ситуация. Люди делятся, в принципе, на три категории. Те, которые, во-первых, самодостаточны, вторая, которая полностью апатична, и третья категория, та, которая, скажем так, живет внутри себя. Ну, то есть, отреченная, грубо говоря. Так, Евгений, у нас последняя минута. По существу, что вы можете сказать из этих вопросов? Я хочу сказать по существу то, что, в принципе, в принципе, наши люди, ну, вообще Россия настолько большая, что мы воспринимаем внутри этой страны себя как одну маленькую частичку. И, в общем, в общем, абстрактно, мы представляем Россию для себя как нечто неощутимое материально. И поэтому, если мы говорим о том, что стыдимся мы ее, не стыдимся, мы стыдимся тех, кто нами руководит. Понятно. Понятно. К сожалению, наше время уже окончается в эфире. Действительно, здесь нужно разделять стыд за страну, стыд за народ, стыд за государство, стыд за собственные власти. И то, что происходит сейчас в России, мне кажется, это чувство стыда только усугубляет, если говорить о происходящем в политике. Ну что ж, я благодарю вас за участие в этом эфире. Это Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики. Юрий Сопрыкин, шеф-редактор Афиши Рамблер. Я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.